изумруд драгоценный камень первой категории его стоимость в образцах крупного размера и высокого качества превосходит стоимость бриллианта что делает изумруд таким дорогим это разумеется и его фантастический внешний вид насыщенный цвет эффект цветопреломления его твердость которая позволяет работать с ним в индустрии ювелирных изделий однако ключевым фактором его высокой стоимости является редкость по-настоящему чистых и качественных кристаллов изумруда добывают изумруд в колумбии бразилии некоторых других точках нашей планеты однако добыча по-настоящему крупных чистых и дорогостоящих кристаллов всегда сопряжена с огромным риском и высокими затратами что же такое по своей сути изумруд возможно ли воссоздать это вещество в лаборатории сократив таким образом риски затраты и ущерб наносимой экологии в процессе его добычи изумруд это берил вещество точную формулу которого вы видите сейчас на своем экране в процессе роста кристалла берила в него попадают хром ванадий и окрашивает его изнутри в красивый зеленый цвет превращая берил в изумруд в 70-х годах прошлого века новосибирским геологам поступил госзаказ необходимо разработать материал для военной оптики и лазеров кристаллы изумруда и александрита подходили для этого но были недостаточно чистыми так в институте геологии начали выращивать идеальные драгоценные камни оптический спектр изумруда обещал лазер и электронику с новыми свойствами но пока ученые научились выращивать совершенные изумруды идентичные природным русским на рынке появились иные более мощные источники излучения зато побочное ювелирное направление выстрелило кристаллы начали скупать и союз ювелиры и министерство внешней торговли ссср после перестройки ученые открыли совместное таиландское российское предприятие bbc телеканал франции германии рассказывали про уникальное производство драгоценных камней в сибирском научном городке камней которые независимая экспертиза не смогла отличить от природных это абсолютно такие же камни по с такими же свойствами если вы возьмете например шубу из норки искусственно выращенной и шубу из натуральной норки пойманного в природе в этом случае никаких различий даже искусственно выращенная норка будет лучше по качеству чем дикая то же самое у нас наши камни по качеству будут лучше будут иметь меньше дефектов чем камни найдены в природе вот она крупнейшая в мире месторождение гидротермальных изумрудов рядами сотня специальных печей кристаллы в них растут по тем же принципам что и в недрах земли из того же материала это природные кристаллы ну с ростки кристаллов берила не верится но факт эти невзрачные камни шихта исходный материал для изумрудов берил очищают измельчают и засыпают на дно стальных сосудов автоклавов добавляют нужные элементы заливают водой по тем же принципам дети дома выращивают кристаллы соли в крутом растворе просто для драгоценного камня нужны экстремальные условия температура 600 градусов и давление полторы тысячи атмосфер только так минерал растворяется реагирует с нужными элементами через три месяца из этой смеси рождается кристалл и вот они хорошо скажете вы но какой эффект это имеет на конечного потребителя означает ли возможность воссоздания изумруда в совершенстве в лабораторных условиях снижение его стоимости ответ разумеется да компания 5 элемент с гордостью предлагает своим клиентам изумруд любой формы огранки произвольного размера по цене менее 100 долларов за карат каждый камень сопровождается сертификатом и пожизненной гарантией и это означает что сегодня вы можете сделать себе и своим близким тот подарок о котором вы так давно мечтали но и это еще не все посмотрите на камень внимательно видите включение так называются точки вуали разломы кажущиеся внутри камешка это примеси которые попадают в кристалл берила в процессе его роста это случается и в природе и в лаборатории однако в лаборатории мы можем контролировать этот процесс и позаботиться о том чтобы внутрь кристалла попадали полезные для нас вещества многолетние эксперименты производимые в лабораториях компании 5 элемент увенчались успехом и сегодня мы производим некоторые кристаллы с ионизирующим свойством имея такой камень в украшении его владелец будет с большой долей вероятности ощущать себя менее уставшим в конце дня и связано это с тем что отрицательные ионы испускаемые кристаллом нашего изумруда будут нейтрализовывать положительные ионы исходящие из компьютеров телефонов прочих электроприборов находящихся вокруг вас и дисбалансирующих электрические процессы в мышцах вашего организма узнать о наших камнях побольше насладиться воочию великолепием изумруда а также ощутить на себе эффект ионизации наших кристаллов можно посетив один из наших филиалов в израиле либо связавшись с нами по контактам которые вы сейчас видите на своем экране на сегодня у нас все огромное спасибо за просмотр если вам понравилось наше видео ставьте лайк до встречи до встречи